Первый дагестанский триллер показали в одном из кинотеатров столицы. Молодой режиссер Ислам Ханипаев вместе со своей небольшой командой попробовал показать реалии сегодняшнего Дагестана. Фильм об исчезновении журналиста. Громкий газетный материал зимнего месяца становится для него последним. Главный герой Тимур пытается разгадать, о чем была его последняя статья и кто убил его друга. Как приглашенные гости оценили работу молодых кинематографистов на закрытом показе узнавала Ума Ибрагимова. Звук идет? Камера? 2-1. Погнали. Так проходили съемки фильма «Система 05». Не высыпаясь, периодически корректируя многие кадры, ребята наконец завершили работу над своим первым полнометражным фильмом. Весь съемочный и монтажный процесс длился почти полгода, но и результат не заставил себя ждать. Закрытый показ собрал немало зрителей. Мне важно было, чтобы все прошло плавно, чтобы мы доказали самим себе, что мы можем снимать кино. И можем делать такое кино, чтобы оно в первую очередь нравилось нам. Вот мы попытались сделать такое кино, чтобы оно понравилось нам, и чтобы понравилось людям и показало им что-то. Проблемные темы. По словам режиссера, фильм изначально был запланирован длительность полтора часа. Но в ходе работы хронометраж увеличился практически до двух часов. Однако это, признаются ребята, не единственное изменение. И зрители, и авторы фильма отметили проблемы со звуком. Конечно, были кое-какие маленькие проблемы, которые только сейчас мы выявили. Но я считаю, что мы должны были проверить, но у нас не было времени проверять. Мы не успевали по той причине, что у нас очень большие проблемы со звуком были. Проблемы со звуком мы не успевали сделать звук полностью. Вы уже, наверное, заметили, там некоторые моменты не были озвучены. Там дверь, там и все такое, шаги некоторых моментов. Поэтому мы как-то старались быстро-быстро-быстро это все сделать. Более-менее удовлетворительный фильм, скажем так. И поэтому не совсем то, что мы хотели. Но если не учитывать звук, сам фильм получился вполне себе неплохой. Главные герои Тимура и Брагима в жизни Гаджи и Магомед дебютировали в этом фильме. Ранее они играли второстепенных героев. Ребята рассказывают, что такие роли им отведены неспроста. Режиссер подошел к кастингу избирательно. Подбирая актеров, схожих по характеру со своими персонажами. У Ислама надо спросить. Он говорил, что этот сценарий я идеально вожусь под этого персонажа. Своим типажом характера. Может, именно это мне упростило саму роль сыграть. Ислам только написал сценарий. Говорит, давай будем сниматься. Он сразу говорит, я на тебя написал роль. Я уже готов был к этой роли. Я уже знал, что мы планировали снимать фильм. Я помимо того, что был главной ролью, еще и продюсировал этот фильм. Али Байрамбеков делится, что начало фильма показалось ему немного затянутым. Хотя идея с убийством журналиста, расследованием главного героя, как в принципе и сама тема, сразу же его заинтересовала. В начале, честно скажу, было немножечко скучно. Я даже на секунду глаз закрыл. Но все началось с того момента, как динамика пошла. По-моему, в кафе, по-моему, было В-60, да? Вот с этого момента я уже бодрячки поймал. На самом деле сюжет шикарный. Я не знал, что такая развязка будет. Где-то что-то было с флешкой под столом. Где-то что-то я предполагал, американский стиль. Но что-то дагестанское внесли новое. Первый закрытый показ фильма успешно состоялся и получил высокую оценку зрителей. Теперь он вышел в прокат в кинотеатрах столицы. Только искать меня придется в своей голове. А там тот еще лабиринт. Ума Ибрагимова, Магомед Гусейнов, телеканал ННТ, Махачкала.